МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы в гостях у человека, чье имя связано со всем лучшим, что есть в отечественном трюковом кинематографе. В его 65-ти картинах он значится как консультант по трюкам, исполнитель трюков, а для нас это человек-легенда Александр Александрович Микулин. Здравствуйте! Александр Александрович встретил нас на даче. Если для большинства загородных жителей украшение участка Розарии и Альпинарии, то для Микулина маленький парк автотехники. И надо заметить, что весь антиквариат на ходу. Пришел с войны, так сразу. Это я шучу, это замечательная машина Луаз-967. Одна из лучших машин по проходимости. Замечательная машина. Правда, там в Жигуле мотор стоит. Это Аэросаня, это А3, изобретение Туполева. Она ходит по болоту, по снегу, по воде. В общем, хорошие вещи в хозяйстве. В хозяйстве хорошие вещи. Все на ходу? Все на ходу. Но это час на заводку. А это сразу все можно завести. Друзей катаете? Катаем, но, к сожалению, все друзья в возрасте уже не катаются. К сожалению. Дом главного постановщика трюков страны по первому впечатлению скорее подходит какому-нибудь сиборитствующему режиссеру, нежели человеку, всю жизнь рисковавшему собой. Хотя, наверное, именно в таком доме и можно отдохнуть от суеты киностудий и повспоминать о шести десятках крутых картин. В послужном списке Александра Микулина картины «Берегись автомобиля», «Тигеран-43», «Неуловимые мстители», «Золотой теленок», «Ларец Марии Медичи», «Старики-разбойники», «Ошибка резидента» и много других. Архангельский сруб как бы постоянно ждущий гостей, которые и хозяина дома любят. Александр Адабашьян вот подкинул идею потолка, а Александр Иншаков делится идеями новых трюков. Нас Сан Саныч почивал собственным салом, огурцами и смородиновой настойкой. Ну, если не за рулем, конечно. И даже поделился рецептом заветного напитка – водка, смородина, немного сахара. Настаивается год, главное, все ингредиенты должны быть качественными. И смородину не жалейте. Александр Александрович выбрал жанр размеренного интервью. А как мы могли поспорить с фигурой такого масштаба? Ну, так получилось, что отец был технический человек, он был генеральный конструктор двигателей авиационных. А мама была, наоборот, художественно-творческий человек, она театральный режиссер. И вот у меня совместилась техника и, так сказать, художественное искусство. И так вот получилось. Насколько мне известно, он не очень одобрял ваш выбор гонщика, каскадера. Говорил, что надо чем-то более серьезным заниматься в жизни. Конечно, он считал, он всегда мне говорил, вот ты все-таки позоришь семью. Был бы ты, научился бы, выучился бы, был бы ты главным инженером завода, вот тогда бы я тобой гордился. Но я как-то по-своему пошел вот... Сначала я учился в МАДИ недолго и работал там. На ЗИЛе работал. Ну, как-то к автомобилям. Ну, а потом пришел в кино в 1962 году. В 1962 году. Ваши первые машины, это были машины отца? Вы ездили на них? Первые я угонял отца Победу. Нет, первый мотоцикл вообще ездил. Что значит, угонял? Давайте поподробнее. Он не разрешал мне ездить, но это у меня было лет, я не помню уже сколько, но 18-19. У него была Победа, которую он не давал ездить. И я тихонечко, там ночью, когда он спал, или днем, когда он в командировку, я у него ее из гаража брал, тайно ездил. Александр Микулин окончил высшие режиссерские курсы, плодом которых стали два краткометражных фильма. Картина «Разговор». Монолог, сыгранный Анатолием Солоницыным, снятый одним кадром Павлом Лебешевым. Пособие на тему, как надо делать кино. Ну, здорово. Я сейчас хлебца нарежу и закусим. Ну, погода. Я со своим дизелем чуть не потоп. Из комариного оврага выбирался. Из комариного оврага выбирался. Ну, со свиданец. Самый большой фильм был и самый любимый мой – «Берегись автомобиля». После 67-й, наверное, год. А до этого мелкие. Но Рязанов вам дал карты в руки полностью? Сказал, делайте, что хотите? Вот степень доверия режиссера и постановщика автомобильных трюков в этой ситуации была какая? Ну, раньше вообще к автомобильным съемкам мы относились так в свободное от работы время. Но я прочитал сценарий и принес Рязанову… В общем, написано в художественной форме все трюки, которые вы видите. Этого сценария не было. Так сказать, это получилась романтическая погоня. Погоня тоже бывают страшные, там с разбиванием, бывают веселые, как у Гайдая. А это получилась такая хорошая романтическая погоня. Рязанов сразу ее дополнил художественными. Петров написал замечательную музыку. И вот это такая романтическая погоня вошла. И вы сидели за рулем? Я сидел за рулем. Как ни странно, в то время я был похож на Смоктуновского. Как дублер я его пел. Я же учил Смоктуновского ездить на машине. Потому что тогда было строго, очень без прав, не допускали вообще. И единственное, кого я учил, потому что это очень тяжелый труд, учить за рулем езди. Очень тяжелый труд. Я ругался. Иннокентий Михайлович жаловался Сизову, генерального директора, на меня. Но потом мы с ним подружились. Иннокентий Михайлович потом уже после картины. И он мне всегда говорил, Саша, замечательно, что так вот я его научил каким-то вещам. Собственно, где вы брали автомобили для трюков, для съемок, скажем, иномарки? Сейчас их полно, это не проблема. А в те времена на пересчет? Большая была проблема. Это решали чуть не министр торговли, министр... Причем никто не хотели. Вот 2-3 иномарки за всю жизнь, за 60 картин купили. Это вот Фердинанд, жизнь и смерть Фердинанд Люса, которую заведомо надо было разбивать. То что вы, иномарку бить, что... Ему жалко было. Да, жалко. Это, как правило, списанные машины. Ну, грузовики-то, директоры, это студийные были, мы их только доделали. А остальные все такси списанные. Это очень большая проблема была. Спецразрешение, подписывание, решали чуть не в Политбюро купить машину для картины. И никому не разрешали покупать машину. Вот, например, делали мы машину для Золотого теленка. Я, помню, месяц ходил к начальнику сельхозтехники, чтобы нам дать, потому что это из запчастей ГАЗ-69 делалась вся машина. Замечательная вышла машина. И я ходил месяц, выклянчивал, просто это мой знакомый был, но все равно. Был план. Выделить там селу столько-то, моторов столько-то, и все, никуда ничего не денешься. И вдруг внезапно тут... Ну, в общем, дали все детали. ГАЗ-69 в разобранном виде, короче говоря. Кроме кузова. Кузов подделали, ребята, замечательный. Опять же, в фильме «Где-то плачет Иволга» взрывался настоящий хорик, если я не ошибаюсь. Там и хорик взрывался, и БМВ взрывался. Расскажите, пожалуйста. Это, собственно, соответствовало сценарию? Как это произошло? Там какая-то история о том, что после съемок этого фильма в Таллине, по-моему, пять лет уже ничего не снимали подобное. Хорик. Замечательная машина, тяжеленная. Она 2,5 тонны, наверное, весит. По сценарию его нужно было перевернуть. Его заносят, там погоня. Переворачивался. Переворачивался в данном случае следующим образом машина. Я должен был юзом. Открывался колодец на улице, потому что нельзя же ставить там никакие выступы, чтобы от него цепиться. Открывался колодец, и я при развороте на ручном тормозе должен задним колесом попасть в этот колодец, и машина любая переворачивается. Я три раза на Хорьке заезжал, попадал в колодец, но он проходил. Один раз просто покрышку срезал, один раз диск срезал. Невозможно его перевернуть. И перевернули со взрывом его. Только так. А следующую машину, вот за что не пускали в Таллинн 3 года, это идиот-пиротехник. Не знаю, откуда он ее взял. Морскую мину достал. 4 килограмма. Натуральный. И Киасаян. Киасаян был темпераментный. Эдман Гориганович. Замечательный человек. Царство Небесное. Замечательный. Я с ним работал и на Неуловимых. И я его уговаривал два дня, что этого не делать. Нельзя делать. То, что в Мосфильмарске взрываются, мешаются всякие примитивные вещи и имитация взрыва. Не буду говорить, какие, а то сейчас все будут мешать. И они будут все взрывать. Но и тут достал вот эту морскую мину. Кроме того, в этой машине ни взрывчатки не было по ходу, по сценарию. Ничего. Почему она должна так взрываться? Непонятно совершенно. Но Киасаян был жесткий человек. Тогда единственное, что я отвел его с оператора вместе метров на сто от этого места, где встал вместе с ними. И машина была... Просто разгонял я ее машину, и она дальше сто метров шла без радиоуправления. И вот так, ну, вы можете посмотреть, что из этого получилось. Натуральная крыша падает за сто метров прямо вот перед нами. Вот здесь вступала натуральная крыша с колесом. После этого три года ровно не пускали съемочные группы в город Таллин. Я сторонник в некоторых кадрах, не предупреждая. Но сейчас это невозможно без ГАИ. А вот тут вот сняты, вы увидите, кадры, где без предупреждения пешеходов, автомобилистов то, что легче мимо промчаться, чем, так сказать, ответственность на себя. И хорошие кадры получаются. Это кадры для... Забытая мелодия для флейты, где скорая помощь едет, они не вошли в картину. Скорая помощь очень торопится. И Рязанов попросил быстро снять такие проезды якобы из скорой помощи. Вот мы с оператором, с Володей Алисовым сели в машину, в корвет. Вниз поставили камеру и все это замечательно сняли. Замечательно сняли. Но, к сожалению, не вошло. Только там некоторые кадры вошли. Я видел, как вы гоняли тогда, когда машин, правда, было меньше, но все равно вы по сплошным, пересекая абсолютно все. Ну, это по надобности. Вы не попадались никогда? Не, ну, попадался, конечно. А дальше что происходило? Как вы общались с ГАИ? Ну, как-то все время мы с ГАИ в нормальных отношениях. Но они знали, что вы Микулин, каскадер? Да, знали. Ну, тогда другое время было. Недостаточно было знать, что я каскадер. Тогда были более жесткие правила. Ну, конечно, некоторые конфликты были. Но всегда начальники ГАИ пожурят, оштрафуют. Иногда права отбирали. Как часто права отбирали? Ну, пару раз отбирали права. Ездили без прав? Я уж не помню. Ездили, ездили. По глазам еще есть. Не помню. Раньше была, кстати, замечательная, так сказать, практика. Вот у кого отбирают права за нарушение, были так называемые лекции. Вызывают воскресенье. Человек должен был прийти на лекцию. Вместо того, чтобы поехать на дачу или отдохнуть, с утра собирались. То есть часов в пять-шесть он должен был выслушивать лекцию на тему правиловочного движения. Фильмы показывали. И так проводил он в воскресенье часов до двух-трех. Потом отдавали права и все расходились довольны. Сан Саныч изрядно поднаторил в съемках так называемых фильмов для ГАИ. Были такие особые учебные пособия по воспитанию нерадивых водителей, которые принудительно показывались по воскресеньям. Видимо, от любви к водителям, пусть даже и провинившимся, может быть, и от профессионализма, который никуда не денешь, Сан Саныч и там творил большое кино. А почему у вас всего две картины, в которых вы участвовали как актер? Так получилось, что в двух картинах только снимали. Это Наумов Владимир Наумович уговорил меня, говорит, Саш, вот ты должен сначала сняться, а потом задавить гражданку Белохвостикову. Ну вот уговорил меня. И второй раз Киасаян, Эрик, в Венгрии снималась, и заболел актер, который должен выполнять роль коменданта города, фашиста. Хорошую роль не дадут, конечно, библиотекари, токари сыграть. Фашисты, да. Но говорят, что неплохо сыграл я. Арийская внешность. Да, неплохо сыграл. Вот эти две. Один, значит, элемент криминальный, который давит гражданку Белохвостикова. Эта будка непростая. Это специальная будка, потому что, если будку натуральную ударить так, она просто отлетит от бампера. Там специальная была будка, что она складывается вот так вот. Это из специального материала, то есть стойки жесткие, а основание мягкое. И все правильно было, чтобы я наехал на нее и так остановился. Все задание было выполнено. Если подумать, можно же каждый трюк сделать, ну, в общем, практически безопасным. Александр Микулин – часть той эпохи отечественного кинематографа, когда слово «профессионал» было лучшей похвалой, а каждая картина рождалась с потом и кровью. Уж очень не хотелось нам расставаться с Александром Александровичем, тем более, что его истории на этом не заканчиваются. Так что продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова